Всем привет! Доброго дня! Любим! Война продолжается, к сожалению, и к многим из вас уже приезжают ваши родные, родственники из других городов, где идут сейчас военные действия. Вы пытаетесь помочь своим друзьям, родным, знакомым. Давайте сегодня разберемся, какие шаги необходимо сделать для того, чтобы правильно зарегистрировать их в Германии. Поехали! Итак, давайте будем разбираться на примере Берлина. Самый первый шаг – это прописка. Берлин и вообще Германия – это бюрократия. Следовательно, вам просто необходим адрес. Прежде чем делать что-то другое, вам необходимо зарегистрироваться, получить тот самый Anmeldung или Wohnungsgeberbestätigung. Свидетельство о том, по какому адресу вы проживаете и в какой квартире, в каком доме вы собираетесь находиться в ближайшее время. Это очень важно. Именно от этого шага зависят все дальнейшие ваши шаги. Второй важный шаг – это регистрация в LAW и получение распределения на федеральную землю, в нашем случае Берлин. Вам необходимо обратиться в пункт приема беженцев в Тегеле для того, чтобы получить распределение на Берлин. Это в том случае, если у вас уже есть место в Берлине, где вы можете остановиться. В LAW снимут отпечатки пальцев, ваши биометрические данные, выдадут вам паспортные фотографии и ответят на ваши вопросы. Шаг номер три – хорошая новость – онлайн регистрация на получение временной защиты по параграфу 24. Это означает, что здесь вы регистрируетесь в так называемом центре ЛИА на получение вида нажительства, то есть самой в клейке 24 параграф. Это очень важно, поэтому мы оставляем вам ссылку на регистрацию в описании к этому видео. Именно регистрация в ЛИА дает вам возможность оставаться в Германии легально и получать социальную помощь. Шаг номер четыре – социальная служба вашего района. Вы берете вашу справку с места жительства, вы берете ваше распределение из LAW и вы берете PDF-файл, свидетельство о том, что вы подали онлайн регистрацию в ЛИА и идете в социальную службу вашего района. При регистрации в социальной службе важно учесть два момента. Первый момент – обязательно поставьте заявку на получение социальной помощи как можно раньше. Именно день подачи заявки считается днем, с которого вам будет выплачиваться социальное пособие. Второй важный момент при регистрации в социальной службе – это тот факт, что ваша прописка может быть разных категорий. И если вы прописаны в гостинице, в хостеле или в общежитии, вполне возможно, что вас просто переадресуют в один из других социал-амтов в другом районе. Вас просто будут обслуживать в другом районе. Это делается для того, чтобы перераспределить нагрузку среди учреждений. Люби, мы предоставили вам информацию актуальную на текущий момент. Если правила регистрации будут меняться, то мы обязательно запишем для вас новое видео. И также помните, что любая ситуация индивидуальна и безвыходных ситуаций не бывает. Вы со всем справитесь. Подписывайтесь на наш канал, отправляйте это видео друзьям и знакомым. И завжды памятайте – все будет добре! Субтитры создавал DimaTorzok